Приветствую вас в том понимании, в каком вы здесь употребляете слово «воздействовать» на женщину, безусловно, море. Поскольку у нее есть чувства, и поскольку у нее есть четко означено потребность, четко означено желание, четко означено, ну давайте скажем так, четко означено предпочтение в отношениях с мужчиной, да. Поскольку у нее это все есть, то тогда вам просто нужно дать ей то, что она хочет. То есть она хотела от вас того, чтобы вы за нее все решали. Она хотела от того, чтобы вы для нее были, ну, так имейте, мужчиной, да, которые, ну, вообще абсолютно все решат. И в общем и целом, в общем и целом, на мой взгляд, это не так уж и плохо. В общем и целом, на мой взгляд, это хорошо. Ну, если, конечно, подобное вас устраивает, скажем так, это нужно учитывать. То есть нельзя забывать о том, что если вас не устраивает что-то, если вам, например, не нравится такая позиция, не нравится позиция, при которой вы решаете это только все, это уже вопрос, конечно же, немножечко другой. Но суть его именно в этом и тонкость и сложность ситуации заключается в том лишь, в том лишь заключается смысл и тонкость ситуации, что вам нужно для себя выбрать момент, именно подходящий момент, чтобы проявить себя с этой женщиной так, как, ну, например, так, как хочется ей, так, как нравится ей, так, как предпочитает она. И таким образом вы на нее как раз-таки воздействуете, таким образом вы как раз-таки дадите ей того, чего она хочет, таким образом вы как раз-таки покажете ей, что вы именно тот мужчина, который ей нужен, и таким образом вы сможете доказать ей, показать, что она ошибалась на ваш счет, что она была неправа. Вот, собственно говоря, те моменты, которые вам можно сказать. То есть воздействие в данном конкретном случае, воздействие, это, на мой взгляд, поведенческая сфера. Вы знаете, что у женщины, ну, давайте попробуем сказать так, у женщины есть определенные некоторые проблемы с ситуацией. Проблемные ситуации, в которых ей нужна ваша помощь. И если вы будете спокойно с ней общаться на, ну, просто вот даже не на какую-то тему, а просто спокойно будете с ней общаться, спокойно будете поддерживать, поддерживать с ней контакт, опять же, для чего? Чтобы быть в курсе того, что происходит с ней, чтобы быть в курсе того, что, там, например, волнует ее, ну, и так далее. Значит, вы общаетесь с ней, общаетесь с ней спокойно, общаетесь с ней нейтрально, то есть не пытаетесь обязательно ей что-либо, там, доказать, не пытаетесь что-либо обязательно ей объяснить, как-то повлиять на ее восприятие вас и так далее. То есть вот этого вы не делаете. Почему? Потому что слова, словам, точнее, словам, ваша женщина уже не верит. Ибо, по ее мнению, был некий уже прецедент, когда она поверила, например, вашим словам или каким-то еще вербальным знаком, которые ее обманули в итоге. И теперь, по подобным вещам, женщина не поверит, она поверит только тому, если вы своими поступками покачите есть, что можете быть для нее тем, собственно, тем она хочет вас видеть. и вы, общаясь с ней, и, как бы сказать, отдавая себе отсчет в том, что с ней происходит, отдавая себе отсчет в том, что ей нужно, однажды, просто воспользовавшись тем, что вы постоянно на связи, однако вы просто-напросто будете с ней в нужный момент. И у вас как раз тогда появится возможность показать ей, что вы именно тот, кто ей нужны. И вот это как раз таки ваш шанс. ваш шанс может действовать на женщину так, как вы этого хотите. Не очень понятно с игнорированием. То есть, вы сказали, что общались с ней, вы сказали, что тут вот, значит, сама начала выходить на контакт, но после разговора, где с милого тропа перешли на причины, начала меня игнорировали. Значит, вам сейчас, именно сейчас, стоит, по моему мнению, подождать. Немного не торопить события, не давить на девочку, на женщину. Не очень понятно, кто кого действительно старше на 10 лет, но тем не менее. не давить на нее, дать ей немножечко остыть, а после, не словом, но делом, стараться доказывать ей, что вы именно тот настоящий мужчина, который, по ее мнению, должен быть рядом с ней. Понимаете, момент здесь вот какой. Важно, чтобы вот этот настоящий мужчина, да, не был вам вреден. То есть, чтобы роль настоящего мужчины вам не вредил. Чтобы вы делали это потому, что хотите, а не потому, что надо. Тогда, счастья вам, это не принесет. Ну, то есть, я имею ввиду, счастье не принесет, если вы будете это делать против своей воли. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok